Библейский портал экзегет.ру представляет Мататий, потом его сына Иуды Маковея, потом Иоаннатана, брата Иуды, становится постепенно новым государством, независимой иудеей. И здесь есть какое-то количество военных побед, но они бы ничего не значили без умелых дипломатических маневров. Все время эти иудеи оказываются между большими силами, которые дерутся за Селивкидский престол. Там такая перманентная гражданская война между разными претендентами. С юга еще наступают Птолемеи из Египта. Но есть ведь и другие государства на свете, о которых все уже хорошо знают. Рим. Да, до Римской империи периоды расцвета еще довольно далеко, но Рим, республика, уже себя утвердила очень мощно. А главное, Рим бьет селивкидов. Уже был этот опыт, соответственно, селивкиды вынуждены считаться с мнением Рима, поэтому вполне естественно желание иудеев, которые пытаются как-то себя от селивкидов защитить, подружиться с римлянами. Уже мы читали их письмо. И вот как раз подходящий момент, когда, а напомню, у нас тут сейчас продолжается очередная серия гражданской войны, воюют друг с другом два претендента, Антиох и Диметрий, и, соответственно, Иоаннатан, глава иудеев, в общем-то, с которым уже считается и та, и другая сторона, но он все равно хочет подтвердить дружбу с римлянами на всякий случай. Иоаннатан понял, что время ему благоприятствует, выбрал людей и послал их в Рим, чтобы подтвердить и возобновить дружбу с римлянами. Кроме того, к спартанцам и в другие местам он послал письма о том же самом. То есть он ищет более-менее везде. А почему отдельно упомянуты спартанцы? Конечно, те времена, когда спартанцы там останавливали персов при фермопилах, давно прошли. Серьезная военная сила, это уже не про них. Ну, себя в Спарте, да, но так, чтобы они там высаживались где-нибудь еще далеко от дома и наводили порядок, это теперь уже к римлянам обращаться надо, что они и делают. Но спартанцы все равно такой героический народ. Да, вот афиняне это мозг и культура древней Эллады, а спартанцы это мускулы и воинская доблесть древней Эллады. Поэтому в ситуации, где надо все время воевать, лучше всего обратиться к спартанцам. Хотя бы для символической такой дружбы, героической. Посланцы отправились в Рим, вошли в Совет, имеется в виду Сенат, высший орган власти республики, и сказали, первосвященника Анатана народ иудеев послали нас, чтобы возобновить дружбу и союз с ними, как прежде. А римляне дали им подорожное письмо, чтобы их мирно припроводили в землю Элды. Вот список того письма, которое Анатан написал спартанцам. Да, то есть с римлянами все уже понятно, не нужно подробно, а вот со спартанцами давайте почитаем. Очень любопытный текст. Первосвященник Анатан, Совет старейшего народа, священники, остальное народ иудеев приветствуют братьев-спартанцев. Еще в прежние времена от ареи, бывшего вас царем, были посланы послания к первосвященнику Они о том, что вы наши братья, согласно списку с того письма. На самом деле, мне очень понятно, что это было, кто такие эти люди. Да, есть два царя с имени Марии в Спарте, но первый из них правил в 309-265 году. Они, первосвященники иудеи, тоже они были под такими именами. В общем, скорее всего, речь идет про начало 4 века до нашей эры, а у нас с вами середина 2-го. И есть большие сомнения, что вообще-то в начале 4 века кто-то заботился о союзе между иудеями и Спартой. Но, не знаю, все равно, что Бангладеш с Бразилией будет вступать в союз в современном мире. Слишком они далеко друг от друга, слишком разные, ничего общего у них нет. Скорее всего, это некая фикция. В древнем мире нельзя же просто так взять и сказать, хотим с вами дружить. Надо сказать, мы с вами братья, еще там наши прапрапрадеды заключили союз. И похоже, что это вот такого рода фикция. Хотя исключить, что на самом деле это все было, мы не знаем. Просто ничего нигде не сказано об этом союзе. И вдруг выплывает ссылка на этот союз. И принял они посланца с почестями и получил письмо, в котором говорилось о союзе и дружбе. Хотя речь не идет об острой нужде, ибо опоры наши, священные книги в руках наших. Но все же мы решили отправить к вам посольство для возобновления братства и дружбы, чтобы не стать вам чужими. Ведь с тех пор, как вы прислали нам письмо, прошло много времени. То есть, вообще нам от вас ничего не нужно. Мы вот считаем закон и нам достаточно. Ну, так на всякий случай мало ли что. Когда положены в праздники и прочие знаменательные дни, мы всегда неукоснительно вспоминаем вас при жертвоприношениях и в молитвах, как должно и подобает вспоминать братьев. Но это явная фантастика, потому что нигде в Библии мы не читаем, чтобы при молитвах в Иерусалимском храме вспоминали спартанцев. С какой стати? Дипломатия. Дипломатия. Мы радуемся вашей славе. А нас теснили со всех сторон, и то и дело воевали с нами окрестные цари, и члены нас войной. Но мы не хотели тревожить вас и прочих наших союзников и друзей за этих войн, потому что у нас есть помощь от неба, которая помогает нам. Так что мы избавились от врагов, и враги наши были посоромлены. То есть, заодно уговаривают, вы не думаете, что мы сейчас от вас потребуем экспедиционного корпуса, с кем-то воевать. А теперь мы выбрали Нумение сына Антиоха, Антипатра, сына Ясона, и послали к римлянам, чтобы возобновить дружбу с ними и прежний союз. А еще мы поручили им отправиться к вам, приветствовать вас и вручить вам наши послания о возобновлении нашего с вами братства. И теперь мы будем рады получить ваш ответ на это. Ну вот, Иузия выходит на международную арену. Она становится протекторатом Рима, потому что римляне дружат охотно, но на своих условиях. Римляне довольно скоро туда придут, от селивкидов действительно помогут отбиться, но сами останутся. А спартанцы это вот такой второстепенный союзник, чтобы, ну уж не казалось, что мы только вот с римлянами им подчиняемся, у нас еще союзники есть. Вот спартанцы, например. Судя по всему, другого смысла в этой дружбе нет. А вот список того письма, которое спартанцы послали Ионии. Соответственно, они пересылают якобы древний документ. Хотя, скорее всего, он поддельный, конечно. Арий, царь спартанцев, приветствует великого священника Ионию. Было обнаружено письменное свидетельство о том, что спартанцы иудеи – братья, и что они из рода Авраама. Никогда в жизни никто в спарте не считал, что спартанцы из рода Авраама. Иудеи в братья меня называл. Явная фантастика. Так что теперь, когда мы узнали об этом, мы надеемся, вы напишите нам, как обстоят у вас дела. А мы, в свою очередь, пишем вам. Ваш сход и ваше имущество наше, а что есть у нас – ваше. Мы поручили посланцам объявить вам об этом. Вы возразите, как же так? В Библии же написано, что все это было. Ну, во-первых, в Библии написано, что иудеи сказали, что все это было. Нигде не сказано, чтобы это было. Это разные вещи. Во-вторых, все-таки, это книга, которая не входит в канон. Все маковейские книги, они в каноне отсутствуют. Поэтому здесь мы видим, скорее, такое историческое повествование. Кстати, очень достоверное. Почему нет? В истории Маковейской войны описано очень и очень хорошо и подробно. Никаких противоречий с известными нам фактами. А то, что на войне всегда есть место пропаганде, дипломатии, некоторому такому хитрому изложению своей версии событий, ну, что же в этом нового? И Анатону слышал о том, что его начальники Деметрия возвратились с еще большим войском, чем прежде, чтобы воевать против него. Вот, кстати, причина, по которой нужны срочно союзники. Потому что две стороны, Деметрий и Антиох на сей раз, и иудеям приходится занимать чью-то сторону в этой гражданской войне. Сейчас они на стороне Антиоха. Деметрий, второй претендент, может на них напасть. Он выступил из Иерусалима, и Анатон, и, не дав им войти в его страну, встретил их в области Амафетиди. Он уже сам идет на бой прежде. Затем он послал во вражеских стан лазутчиков, которые, возвратясь, сообщили ему, что враги готовятся напасть на них в эту ночь. Поэтому, когда зашло солнце, Иерусалима приказал своим людям бодрствовать приоружие, готовыми к сражению в течение всей ночи. А вокруг стана поставил часовых. Противники узнали, что Иерусалима со своими людьми приготовился к сражению, испугались, пали духом и оставили стан, в котором разожгли костры. А Иерусалима, и те, кто был с ним, не знали об их бедствии до самого утра, потому что видели горящие костры. Обычная военная хитрость. То есть оставляют лагерь как бы нетронутым, но людей в нем уже нет. Затем Анатан пустился за ними следом, но не догнал, так как они переправились через реку Элиффер. Тогда Анатан повернул против арабов, называемых Забадеями, разгромил их и взял их добро. Но не пропадать же войску. Вышло в поход, надо хоть арабов победить. Потом он снялся с Астана, пришел в Дамаск и прошел по всей этой земле. Обратим внимание, что главная военная сила на этой всей территории уже иудеи. Что уже войско селевкидского царя от них бегает, как когда-то было наоборот. Ну и заодно захватывают тут, собственно, окрестные все регионы. Симон тоже выступил, соответственно, еще один маковейский военачальник. Прошел до Аскалона, близлежащей крепостей, свернул копию, взял ее, это современная Яффа, ибо узнал, что эту крепость хотят сдать людям Деметрия. Он разместил там крепостную стражу, чтобы охранять город. А Анатан возвратился, созвал старейшего народа, вместе с ними задумал построить крепости в Иудее, поднять стены Иерусалима, отделить крепость от города высокой преградой, чтобы она стояла особняком, и чтобы бывшие в ней не могли не купить ничего, не продать. Крепость, та самая селевкидская твердыня, в которой остался гарнизон с незапамятных времен, ее никак не могут взять, но и хотят сейчас изолировать просто. Они собрались, чтобы отстроить город, часть стены у сухого русла с восточной стороны обрушилась, и Анатан соорудил там так называемое хафенату. Ну, толком не знаем, что некоторое оборонительное сооружение. А Сима настроил Адиду в Сафеле, укрепил ее и снабдил ее воротами и засовами. Ну, здесь подробное описание, конечно, люди того времени хорошо понимали, что это все было. Между тем, Трифон рвался стать царем Асии. Это тот, кто возвел на престол Антиоха, малолетнего еще наследника, возложить на себя венец и посягнуть на царя Антиоха. Еще один. У них два не закончили соперничать без конца, кто-то третий приходит. Но он опасался, что Анатан не допустит этого и станет воевать с ним. Поэтому он попытался схватить Анатана, чтобы убить его. Видите, иудеи уже играют решающую роль в смене селевкидских правителей. Выступив поход, он отправился в Бетсан. И Анатан вышел ему навстречу с 40 тысячами отборных ратников в боевом порядке и прибыл в Бетсан. Трифон увидел, что Анатан идет с многочисленной ратию и поостерегся посягнуть на него. Он принял Анатана с почестями, представил его всем своим друзьям, подарил ему подарки и приказал своим друзьям и войскам слушаться его, как самого себя. Сказал он Анатану, зачем ты подверг тяготам весь этот народ, ведь война нам не грозит. Распусти их теперь по домам, а для себя отбери немногих людей, которые будут при тебе, и вступай со мной в Талемаиду. Я передам тебе ее и другие крепости, а также остальные войска и всех должностных лиц, а по возвращении отправлюсь домой, ведь я прибыл сюда ради этого. Ну и вот как все поменялось, уже селевкицкие претенденты на престол юлят и ищут дружбы с иудеями. Ничто не вечно, и сила часто оказывается на другой стороне, чем была раньше. Поверив ему, Анатан сделал так, как он сказал, распустил войска, они отправились в земли Иуды. Он взял себе три тысячи человек, две тысячи из которых он оставил в Галилее, а тысячи отправились с ним. Но как только Анатан вошел в Талемаиду, жители города запрели ворота, схватили его, а все, кто вошел вместе с ним, перебили. Но вот к чему иудеи никак не могут привыкнуть, это к коварству этой самой эллинистической селевкицкой знати. Потому что они, ребята, простые, они воюют, иудеи договариваются, но не обманывают. А селевкиды – это все то, что потом будет известно, да и до того было известно, как вот такое интриганство, как политические заговоры, убийства и все подобное. А Трифон послал войска иконницу в Галилею на широкую равнину, чтобы истребить всех людей Аната. Но узнав, что Анатан схвачен и погиб, равно как и те, кто был с ним, они приободрили друг друга и вышли с сомкнутым строем, готовые к сражению. Тогда преследователи увидели, что иудеи готовы стоять насмерть и возвратились назад. А все люди Анатана невредимыми пришли в земли Иуда, а плакали Анатана, и те, кто был с ним, и сильный страх охватил их. И плакал весь Израиль горьким плачем, а все окрестные народы старались истребить их, ибо они говорили, нет у них ни вождя, ни помощника, так давайте нападем теперь на них и сотрем их из памяти людской. Ну, государство чем отличается от партизанского отряда? Тем, что в нем преемственность власти, да, и гибель одного атамана не означает гибель всего дела. Получится ли у иудеев как раз восстановить эту преемственность? Получится ли кому-то заменить Анатана, как и Анатан заменил своего брата Иуду? Ну вот в следующей главе мы это и прочитаем. Субтитры создавал DimaTorzok